ну что погнали гулять по пукету макашниц я уверен что будет намного больше чем на пипи чем на крабе вот даже уже сколько мы сразу две у яна с юлия по любому мнению еще никакого не могло сложиться потому что ничего еще толком не видели ну да мы у нас пока переезд у нас ну для них много сразу островов них такой треш немного центр потонга двигаемся планируем вообще-то в джангл цейлон я не знаю может где-то по дороге застрянем может где-то чем-то увлечемся может не дойдем поэтому пока в планах вот так вот идем в сторону джангл цейлона а там посмотрим мы идем грубо говоря вдоль пляжа потонга джангл цейлон кто не знает большой огромный торговый центр с множеством ресторанов кафешек магазинов брендовых и так далее то есть там можно зайти и потеряться касательно баксов имейте ввиду и имейте в кармане лучше крупные купюра 50 100 номинал 50 100 курс лучше чем меньше купюра дать им уже курс лучше крупные доллары с собой иметь ну это кратко говоря это принципе все помнят знаете я думаю но вдруг всякое бывает напоминаю ну что мы добрались до нашей на полученной точке джангл цейлон торговый огромнейший центр пойдем гулять хотели привезти сюда диана с юлей показать им что что он себя представляет мы здесь будем не один раз еще в любом случае первая часть это все шмотки ювелирка такое не о чем нужно дальше пройти насквозь и вот попасть на открытую территорию где много заведений с едой и так далее в подвальном помещении есть еще фудкорт у меня футболка похоже кстати вот как у девушек не один заметил за своего чуть не не это не забрали меня только что в китай блин чайно ну что ж на ты счастлива оля долго ждала возвращение просто предвкушаю же эти различные блюда я могу сказать что-то самое любимое твое место на пукете да у нас много связано это воспоминание веселых интересных вкусных с ощущением дендерфинов как говорит мы идем в первую очередь покушать потому что мы ели последний раз давно не помню когда 200 бат распродажа 500 400 600 тут такой кусочек вот мы сейчас сквозь него пройдем попадем на блин ну там я не знаю как перечитам и там все там и фудкорты и рестораны и кафе и сувенирка все короче говоря всем нужно допрыгнуть здесь есть все стоит ли перечислять я буду лучше побольше снимать вот здесь у меня пропадает до речи просто суши бокс мы кушали когда-то два года назад он не исчез фирменный магазин супер драйв модки неплохие ну дороговато я немного как по мне паскин роббинс и там пин какой-то вот еще вороженка которая мы тоже любили кушали сабвейка и все блин здесь до хрена всего там рестораны кафешки есть там еще торговый центр кусок и и маркет продуктовый есть безлимитный суши ресторан где мы тоже были наверное сходим еще раз а вот сети иоши я так понимаю как так называется шуба решит он как-то иоши сеть и так понимаю если я ошибся исправляйте я так увлекся воспоминаниями и вообще всем что меня окружает что я забыл их на еду отвезти вот перед первой части перед выходом в большой открытую территорию спускаемся вниз там фудкорт есть потом перекусим посмотрим что изменилось если в худшую сторону что-то изменилось или дорого или что-то не так пойдем искать другое место здесь также огромное количество сувенирки всевозможные косметики и так далее сейчас я вообще вспомню где-то вся муть все удобно а вон там здесь и массаж есть все короче запахи ментол косметика мыло запахи в таиланде умопомрачительно на каждом шагу они меняются блин ну завораживается вот этот весь фудкорт в принципе ничего особо не изменилось и так понимаю он огромный большой с выбором пошли сюда оля пукет развит в разы сильнее краби и провинции и краби тауна там или и так далее пи пи и каких-то других островов понятное дело он крупнее да 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 здесь такая система если она такая же и осталась нужно брать карту пополнять кушать огромное количество блюд я потом чуть ближе поснимаю покажу кладем денежку на карту этой карты рассчитываемся уже заведениями если у вас какой-то остаток мы подходим и снимаем его забираем назад уходим поэтому не бойтесь ложить излишек какой-то ничего страшного правильно олю рвет уже от эмоций и пойдем выбирать пойдем выбирать пищу очень прикольная штука в плане меню все в макетах изображено то есть детальные детализированные такие копии тех продуктов которые вы хотите купить вот здесь например такого нету картинки а вот здесь уже вот здесь то чем я говорю вот так это все выглядит это все несъедобно это все муляжи оля подсказывает очень классные детальные изображения потому что на картинках но одно а в реале выглядит все по-другому и вы можете посмотреть как это выглядит все детально красиво четко круто ты можешь уже себе визуализировать как это происходит и понять хочешь ли ты этого качество отличное просто смотрите супы и потом попробую сказать что вам принесли там не такое то есть очень просто доказать до что у вас макет 1 а вы принесли совсем другом ну собственно я почти все и прошел основное рис сайте кей миди огромный знает что это пиццы даже есть спагетти гамбургеры американская такая пища это черная лапша spring roll и порезанные то штучки сатай такие перец собственно я прошелся по всему ряду с блюдами ценовая политика здесь 120 100 120 300 я уже выбрала себе 350 это какие-то запеченные эти мидии дороговатые а что ты выбрала расскажи или покажи как обычно стефут салат как обычно вот например рис суткой со свининой но вы увидите ассортимент на 100 бат 140 здесь тоже такие блюда по 100 120 бат 140 140 150 ну на одного человека более чем я считаю 150 такой 80 100 150 100 все в районе 100 150 бат то есть примерно одна ценовая политика 150 120 спринг роллы и блинчики пельмешки какие-то ставьте паузу смотрите рекомендую все попробовать утку по-пекински с рисом вот они божественная вот такие вот внешний вид у нее я пойду себе что-то похожее возьму я сказала что здесь она дешевле эта штука как происходит процесс вы заказываете блюдо показывать или говорите номер блюда даете карточку с вас снимается и вот на таком табло показаться сколько стоит блюдо и сколько у вас осталось на счету все просто еще на говори что через пять минут пожалуйста верните забрать готовое блюдо все и мы говорим заветную фразу всегда но у спайси или my pet по-тайски не острое ищем себе хороший столик присядем и будем ждать есть шейки кокосы все здесь есть люди на шейках там прям на фрешах я извиняюсь на фрешах прям очередь целая много свободных мест есть где присесть комфортно людей не битком ну я бы сказал бы что цены дешевые нормальные цены нормальные цены всегда есть дешевле всегда есть дороже ну плюс-минус одно и то же мороженое есть фрукты отдельно есть вот так короче наслаждаемся сейчас ждем продуктами уже слюнки выделяется вспоминая вкус этой утки она сладкая такая вкусная просто божественная оле сказали подойти через пять минут и что вы думаете она даже не отошла от прилавка говорит а мне сейчас уже того сейчас уже дадут с ума сошла женщина и еще маленький нюанс многие если первый раз могут не сориентироваться вы берете как юля делать берет прибор столовый макает в кипяток убивает все бактерии потому что мы частенько обрабатываем спецсредством которое имеет специфический запах не очень удобно это если вы следите за своей гигиеной и так далее все удобно есть палочки также для тех кто хочет покушать палочками ложки вилки и ложки есть по типу японских да вот как в японских ресторанах или китайские они не знаю узнает пишите мне повезло меньше всего последнему мне готовят оля я свой си фут салат я он что-то взял но этот такой мульт бульончик который нужно типа вливать в ту емкость и такой суп у него получается он решил не вливать легкий курили наверно не на варе на варе а у юли сам там до из папайи это из зеленого манго прикольно то есть такое же подобие этого сам там а то как манга зеленых ни разу даже кстати не сказал сколько раз у кого жена ну что все дырцы замолчала что вкусно мне уже подали сигнал и буду своей уткой по пекински она называется я прав или нет пекин капунка ой красота какая сейчас будет красота если я все это уроню еще где-то по дороге с бульоном тоже кстати дали я не думал что мне тут с бульоном красота я пробую утку вкусная но потаем и не такую ели она она была другая на это же вкусное конечно здесь соус отдельно палит а та утка прям вся в этом соусе в темном ну вкусно в принципе что здесь еще и сюда вот раб вторую я люблю не знаю это называется где-то вот стука вот это не острая коль твоя тарелка там не лазь не лазь и тарел и так каждый раз вкусно вообще вам нравится у нас лучше чем на шри-ланке немного подкрепились я блюдом не очень доволен цена качество ну я рассчитывал на другую немножко утку в принципе всем все понравилось поел как бы наелся но могло бы быть и лучше в принципе а а сейчас нужно догнаться сладеньким по обычаю по нашему пойдем в наше любимое заведение где вкуснейшее мороженое в мире по нашему субъективному мнению это какая-то американская сеть покажем снимем там в принципе мороженое не из дешевых но мы его не каждый день едим поэтому можем себе позволить вот это заведение и мы будем кушать мороженое всем советую попробовать крутая подача качество вкус просто изумительный появились какие-то новые кофейные предложения гурманам подают воду что немаловажно потому что сладкий продукт прополоскать в конце рот желательно чтобы не портить зубы сели уже запах классный как в детстве каком-то кандиринском магазине американская сеть основана в сорок восьмом году я был примерно прав ну я помню в тот раз когда мы были давно американский флажок был на каком-то мороженое как она мне запала рассказывай давай это просто нет слов просто можно было не приезжать не в тайванд и заходить в этот торговый центр просто 3 а вот такой мы кажется ели до 200 бат 200 бат 200 бат прийти сюда я тебя перебил это шоколадная для внешних все слышно кукуруза и флз андрей а цены пример разучивая потому что но в мире не дорогой кстати 120 бананов с топпингом клубничным вы сами все видите здесь с топпингом карамель это с манго и с кукурузой сладкой можно такую лодочку взять до 150 до на двоих с манго с кукурузой тут еще что-то личи наверное что и дальше ой-ой-ой-ой это уже с вафлями начинается ёппарас это вот такое мы ели все вкусно и я в шоке блин дальше ой-ой-ой-ой-ой здесь ну а вот такого не было когда мы были для этого типа торта смотри как он вообще по 130 я показывал такие дорогие штуки можно взять попробовать продегустирать например, с манго, смотри, какое прикольное предложение есть. Итак, вы уже определились? Это большие блюда. Это неинтересно, тут ничего такого, ничего нету. Ой-ой-ой. Ну да, оформление даже, вот чего стоит. У меня уже пашка кипит, блин. Что это? Это льют, и оно растворяется по теплым карамелям. Это твое предположение, ты точно. Смотри, какие эти шейки. А теперь нужно определиться, самое сложное, я думаю, в этом не будет. Боже, посмотри, даже тут какие красивые. Я думаю, мы сюда еще и не один раз придем, да, Ян? Так мы хотели сто двадцать, да. Ян вообще подвис такой, елки-палки. Где я был до этого? А, ты типа можешь сам миксовать? Топинги добавлять просто, или миксовать, да. Ну все, конец уже. Дурианчик, да. Это уже конец. Куда возвращаемся, ребята? Как можно выбрать с такого ассортимента вообще что-то? Ну сложно, сложно выбрать. Вкуснейшее все. Ян просто листает и пальцами тыкает. Давайте еще раз. Прошло тридцать секунд, и мы поссорились все, короче. Что выбирать? Они не смогли выбрать, поссорились. Оля говорит, уже я хочу на свое усмотрение, я говорю, нифига, короче. Идеально поссориться каждому за отдельный столик и за каждому свое. И вообще там не подходить до их группы. И делиться. Пока не выбрал и пока половинку не съел, да? Ну классно, такие у них еще классные презентации. Или с печенькой, или там где-то с шоколадным печенькой я видел. Такое будем брать? Так это просто клубничка и джем-вишка. Да, давай сна можно брать. А, вот разные есть два типа мороженых. Или что это? Подожди, что здесь? Короче говоря, хорошо то, что здесь еще хоть как-то на русском написано, но здесь просто американская башня. С линзами девушка, да? Наш шедевр. А я пока воля теряю помену. Все в шоколаде. Даже вишня в шоколаде. Давай, она тебе самоскучна. Ем? Ага. Сверху шоколад чуть подзамерзли, но не сделано. А теперь брауни. Я на небесках. Ну посмотрите, орио. Два вида мороженого. Сливки взбитые. Брауни. Банан. Ну и вот так намазываете. Намазываете. Ну да. Мы сейчас подеремся с вами на мороженое. Не ешь при встрече, мама. Не ешь при встрече. А есть еще вафелька. Все забыли о вафельке. Потому что же, я, например, всегда обожаю мороженое. И вот у нас такая же вафельная куша. Я на мороженое приехал. Там клубничный топинг, да? И два вида мороженого. Перестаньте приносить. Не надо все. Тут еще и личи какие-то, и манго, и кукуруза. Вишня, сливки. Два вида мороженого. О, май гад. Сейчас еще шарик приносит. Субтитры сделал DimaTorzok.